Если театр начинается с вешалки, то одежда, безусловно, с выкройки. За этим столом мастера абаканского бренда «Саяночка» разрабатывает дизайн производимой одежды, опираясь в первую очередь на мнение покупателя и функциональность каждой единицы. Здесь четко действует правило «семь раз отмерь», а вернее, прикинь, рассчитай, проверь, а потом отрежь. Ведь одежда должна быть не только красивой, но и практичной. В подтверждение тому, что эти критерии здесь явно учитываются, многолетний опыт сотрудничества с абаканскими и республиканскими школами. Кроме стандартной ученической формы шьют, к примеру, для кадетских классов, а также офисную одежду. После пафосного ухода зарубежных брендов местные предприниматели сумели грамотно воспользоваться ситуацией, заявив о себе как о достойной альтернативе. Здесь есть модели, здесь есть качество, которое ничуть не успотупает, а возможно и превосходит те аналоги, которые были у западных товаропроизводителей, отшиваемых в Китае, в Бангладеше, в Индии, ну и так далее, да, то есть как бы за брендом разные вещи бывают иногда стоят, но мне здесь нравится гораздо больше. Что вот мы сегодня в ходе встречи, очень много вещей, о которых говорила Светлана, да, мы с Ниной Анатольевной Филягиной, скажем так, мотали на ус. Ну то есть основная цель наших встреч понять, как мы можем помочь, да. Здесь было указано, что помощь в продвижении в виде сайта, я думаю, в виде рекламы была бы актуальна, да, помощь в выставочных мероприятиях. Очень интересный момент, мне кажется, тоже нужно взять на вооружение, это помощь в переобучении специалистов. Когда у производства есть желание переобучить повысить квалификацию, ну иногда сложно эти средства от оборота, допустим, отвлечь, а это очень актуально. Но также, на мой взгляд, мы можем предложить, если все-таки вы решитесь в кредит взять технику. У нас уже сейчас действует программа субсидирования части процентной ставки. То есть 50%, но не более 7%, вернее сказать, 7%, но не более 50% мы компенсируем. То есть вы берете кредит, платите проценты, приносите в администрацию, 50% вам возмещают. Мы наберем идей, проведем мозговой штурм и на следующий год программа поддержки предпринимательства у нас несколько поменяется. Наш интерес сосредоточен на производителях, а не на сфере торговли, поэтому очень полезно. Вот эти встречи и для нас в том числе. При этом Саяночка не стремится копировать своих конкурентов, а смело ведет разработку собственного модельного ряда, так как есть соответствующая материально-техническая база. Кадры здесь, безусловно, в приоритете. Опыт, конечно же, приветствуется. Но швейному делу, поясняет предприниматель, могут научить любого. Главная инициатива и желание. Саяночка постоянно публикует вакансии, сотрудничает со службой занятости. В скором времени понадобятся дополнительные руки в подготовке к новому учебному году. Кроме того, свою одежду бренд реализует на маркетплейсах и в торговых пространствах. Более подробно об абаканском бренде Саяночка расскажем в следующем выпуске программы «Сделано в Абакане» в среду 23 ноября в 21.35. Следите за обновлениями в наших социальных сетях и в эфире телеканала «Абакан-24».